Восвятая служба информации телерадою компании Гомель, у студии Натальи Игнатенко, глядите у гэтым выпуску. Сёння на сессии Гомельского областного совета депутатов спровоздачу обработки областного выконавчего комитета представил старшиня Аблы Конкама Владимир Дворник. У Гомельской областной библиотеки представники навоки и громадскости обмерковали тему выкорыстания генно-модификованной продукции. Сёння, в сусветный день братьбы с туберкулезом, галовный урач Гомельской областной туберкулезной клинической больницы Александр Шираев станет гостем программы «Диалог». А зараз об гэтым и иншым больше подробязна. Сёння в Гомелье пройшла сессия областного совета депутатов. Галовное питание по радку дня спровоздача старшиня Аблы Конкама об социально-экономичной ситуации у регионе. Якие выводы зрабил Владимир Дворник, ведают наши корреспонденты. Это уже традиция. После подведения всех выников социально-экономичного развития региона, с ответной справоздачей перед депутатами выступает старшиня Аблы Конкама областного комитета. Причим на этот раз в отделу посаджения приняли и депутаты национального схода от Гомельщины. Кажут, что не глядяши на загруженность в парламенте за ситуацией на Малой Радиме, сочасть уважлива и постоянно. Результаты Гомельской области есть. Да, есть проблемы, что сегодня вопросы по нефти у нас загружены с заводов. Но вместе с тем, как и везде, есть свои проблемы. Но активно кадры работают. Самое главное – выручка на человека, экономические результаты работы. А будут эти результаты – выпуск промышленной продукции, строительства, будет достойная заработная плата работникам. Старшиня Гомельского областного комитета так само каже об наявности проблемы экономики, але подкресливая, по выниках минулого года, по целым широку позиций, регион Украины – сярод лидеров. Порошение Республиканской конфедерации предпринимательства – наша область – лепшая для ведения бизнеса. Бюджет заховывает социальную накерованность, а узровень беспроцовья леты склав 1% от количества процездольного населенства. На Гомельщине самая малая сярод областей краины – колькасть тратных предприемствов. Навет будовничая голена, где летась означалася скорочение объема вытворчасти, отримала прибыток у 23 миллиона рублей. И это так само лепший показчик у Беларуси. По итогам 2016 года народно-хозяйственный комплекс региона, несмотря на очевидные трудности, сработал стабильно. По количеству выполненных прогнозных показателей установленным правительством, которые входят в матрицу задачу безполкомов, наш регион делит лидирующие позиции с Брестской и Гродненской областями. Из 11 доведенных показателей в области не выполнено 4. Бады самые значные складанности экономики региона связаны с проблемами двубойных предприемств. Беларусского металлургичного и Мазирского нафтеперепрасывающего заводов. Разом с тем, за минулый год на Гомельщине створено больше, как 700 новых предприемств. Прикладно, четверть яких у промысловой сферы. И такая лишьба. По выниках опытания, а маль 80% уже хоров в области отшувают себе обеспецы як дома, так и на улице. Что тышится, гэтага года – головная задача для органов уладу всех узровню полябшения ситуации у экономицы. Врешті гэта адзинная махчимость росту добробыту. Актуальным остаётся наращивание и глубокая диверсификация экспорта, а также эффективная модернизация действующих предприятий, в том числе путём привлечения промых иностранных инвестиций. Протягиваем выпуск. У будынок податковой инспекции по Гомельским районе кинули бутыльку с запальной сумесью. Подадзенным фактем сбуджена криминальная справа. Проводится комплекс следчих дзенев и оперативно-вышуковых мероприемств. Призначены шерох эксперты, сутым лику, пожарно-техничная и эксперты загоруча з масочных материалов. На место здарения працуют супрацовники криминалистичного отдела областного управления следчего комитета. У совести с чекаемыми шестями и митингами 25-го соковика Управление внутренних справ Гомельского облаканкама звертается до усих же хоров региона с просьбой заховывать парадок и не порушать законодавство. Заклики выйти 25-го соковика на улицы городов для удела у митингах у опошний час прагучали практична во усих буйных городах Гомельской области. А до областного центра до Жлобиной Мазыра. Нагадаем, у Гомеля мясцовые улады пропоновали для организации мероприемства пляцовку каля дома культуры Випра. Проведение митингов на инших пляцовках лечится несанкционованным. В связи с чем виноваты могут быть притягнуты до администрационной отказности. Хотел бы гражданам напомнить, что за проведение несанкционированных мероприятий в Республике Беларусь существует административная ответственность по статье 23.34, где предусмотрен штраф в размере до 30 базовых величин либо административный арест до 15 суток. Хотел бы еще раз убедительно обратиться к гражданам, не поддаваться на данные провокации и уговоры всевозможных граждан. В Гомельской областной библиотеце отбылось третье посаджение наукового кафе. На этот раз представники науки и громадской обмерковали тему корыстности генно-модификованной продукции. И хоть до дзиной думки так и не произошли, але доведались шмат цикавого. Под рабязностями Волода наш корреспондент Олег Синцеров. Генные инженеры и биотехнологии сегодня этими словами никого не удивить. Хотя б долготерминовых наступствах экспериментов с ДНК не ведусь напевно сами навыковцы, бадай адзинная становчая достигнение у этой сферы, якое никто не спречвая, распроцовка новых видов дековых препаратов, які реально вратовуюсь житти людей. В ученые перекананы, минавито генные инженеры, да поможа позбавить человечество от самых небеспечных хвороб, уключаючи рак. Все лекарства на 80-90% получены с помощью трансгенных, специально подготовленных генетиками, генными инженерами, бактерий. Иначе мы провалимся в 19 век. Практически все лекарства сделаны по генно-инженерным технологиям, то есть с ГМО. А ли то, что добрый для медицины, не гарантуя користи для инжек сфер, в Институте Лесо Национальной Академии Наук генными распроцовками занимаются уже не первый год. Для проведения доследований набыли обсталевания опошнего поколения. Сегодня тут ведут работы суместно с московскими партнерами. Правда, казать об выкористании распроцовок в промысловых масштабах в ученые поколи не мкнутся. Усягодная помылка может привести до экологичной катастрофы. Если мы, например, встроим ген, который повышает устойчивость растений каким-нибудь насекомым энтомофагом, то есть они перестают хвои, листы, грызущие насекомые нападать на эти растения, то это приведет к дисбалансу всей экологической пирамиды. Выпадки, когда ген из модификованных сельско-господарших культур передавались пустодельным рослинам, навыковцам, до речи, уже добровядомые. Причем, замагаться с таким теперь уже суперпустодельным практически немогчимо. Неоднозначная ситуация сегодня с выкористанием генномодификованной харчовой продукции. У некоторых краинах ее доли на рынку достигают уже 80%, але, вядомая и иншая личба, только 5% европейцев становочи относятся до ГМ-продуктов. Эксперименты с выращиванием генномодификованных кукурузы и бульбы у нашей краи не проводились, хоть промыслового протягу пакуль не отримали, але манипуляции с ДНК сегодня у свете настолько распосюдженная з'ява с жботмиллиардными укладаниями, что полностью выключить макчимость заявления на чинном рынку ГМА-продукции немакчима, причем ей спектр вельми широкий от шоколаду и колбас до майонезу и ежихуткого приготовления. По некоторых прогнозах генномодификованные продукты в Беларуси станут распосюдженные з'явой на протягу ближайших 10 годов. Многие в ученые перекананы, гэта потребование часу, так званые чистые продукты застанутся, але каштовать будут дорого и доступными станут не для усих. На своей почве, конечно, лучше, но это очень дорогие продукты, и они доступны только, так сказать, элите или ограниченному кругу. А на самом деле, если сейчас отказаться от ГМО-продуктов с использованием современных технологий, мы не накормим 8 миллиардов людей. На планете максимум прокормит планета 5. А вот с генными технологиями, с этими мы новые сорта выращиваем. Пожалуйста, 8 миллиардов и 10 прокормит планета. Олег Синтеров, Валерий Гопанько, телераду и компания Гомель. Сегодня означается сусветный день брать бы с туберкулезом. У Гомелес гэтой нагоды отбылась традиционная, что годовая акция «Белый Рамонак». Ее организаторы – Белорусское товарыство «Червоного крыжа» и медицинские установы региона. Головное мэты акции – притягнение уваги громадскости до проблемы туберкулезу и повышение узроюнью информованности насельництва. На площади Паустанье и Калякина театра «Мир» у дельникам акции «Белый Рамонак» сегодня пропоновали пройти флорографичные обследования в операционных аппаратах «Пульмаскан» и отримать консультацию в Тезиятра. Так само волонтеры «Червоного крыжа» вышли на улицы города, ка б рассказать про симптомы захворывания, шляхи передачи и методы профилактики. Дареша Головный урач Гомельской областной туберкулезной клиничной больницы Александр Шираев сегодня станет гостем программы «Диалог». Я на видео эфир на телеканале «Беларусь 4» у 19 годин 20 хвилин. Свои питания про пановы и зауваги вы можете выказать по телефону в шипа номеры промога эфира у Гомелі 77 68 45. ГТ, а так само іншые новины вы можете знайсти на нашем сайте у интернете по адресе www.tvrgomel.by Далее у эфиры «Спортивный агляд» с новинами спорту вас познайомить Максим Савин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова